Здравствуйте! Сегодня мы работаем в помещении. Возникла такая проблема. Нам необходимо перенести проемы двери где-то в районе 10-12 сантиметров. Чем это вызвано? А вызвано это следующим. Вот здесь мы планировали, планируем и поставим лестницу. Проем здесь, расстояние здесь где-то в районе трех метров, может побольше немножко. И вот марш лестницы рассчитывается следующим образом. Заход будет идти буквой Г и вот это расстояние получается метр сорок. А наиболее благоприятное расстояние, где-то метр сорок восемь, метр пятьдесят. И соответственно дверь нам мешает. Дверь мешает, нужно ее перенести сюда. Ну и на будущее кто еще собирается планировать строить дом, кто будет начинать дом строить со вторым этажом, надо учитывать вот эти расстояния. А какие именно? Высота потолка значение имеет, высота потолка это раз. Расстояние лестницы соответственно, чем больше тем лучше, но лучше проконсультироваться конечно. Но если в данном случае, если допустим вот балка, балка, вот у нас видите балка получается, заход будет через балку, через балку, то и будет вот эта стенка, вот эта стенка, то есть стенка, которая будет примыкать лестница. Вот эти все вопросы надо подумать, надо подумать. Ну и соответственно здесь вот расстояние, расстояние вот здесь оно не такое большое, где-то восемьдесят шесть сантиметров. Ну желательно побольше надо было, где-то под метр, метр было бы получше. Ну что есть, то есть. Значит, что мы сейчас делаем? Мы сейчас проведем изыскательские работы, то есть здесь вот закладка, закладка у нас бетонная. Посмотрим, как она далеко, потому что если честно, уже не помним, уже не помним. Но желательно конечно, чтобы хотя бы она вот так вот была, это было бы замечательно. Ну прослабляется конечно эта стенка. Ну вот мы здесь сделали, получается где-то сантиметров двенадцать. Еще на ком стенке здесь получился, здесь побольше. Но можно еще убрать сантиметра два. Это из расчета, из расчета, что мы делали расчет на коробку и на дверь. Дверь, полотно шириной 70 сантиметров. Ну здесь получается, расчет очень простой получается. Если, допустим, коробка 70 сантиметров, то здесь уже получается вот косяк. Три с половиной, это семь, там два сантиметра. Ну одним словом, 10 сантиметров добавлять надо. Если полотно 70, то значит уже проем должен сантиметров 80. Ну 79 еще можно, как говорится, вставить его. А по-другому не получится. Сейчас посмотрим. Ну идея какая будет. Идея простая. Мы сейчас проверим там, где она закачивается. С той стороны просверлим. Посмотрим. После этого, может быть, эту линию сюда, ну сюда не будем, конечно, может быть, уменьшим. И после этого болгаркой будем пилить. Болгаркой пропилим с одной стороны, с другой стороны. Ну там за белым перфоратором выбьем. А здесь придется увеличивать. Ну увеличить 10 сантиметров. 10 сантиметров. Ну я думаю, что поставим опалубку, поставим опалубку. Здесь проведем армирование какое-то. И будем частями заливать. Почему сразу? Потому что если армирование и сразу, значит, раствор с щебнем, там прочее, прочее, не будет проходить, будет сложно. А будем где-то сантиметров, может, по 25 заливать. Ну дня за 2-3 зальем. Нам это не так срочно. Но надо делать. Почему? Потому что, конечно же, можно было лестницу поставить и в этот размер. Ну тогда уже пойдет, что подъем будет меняться. Высота ступеньки будет другая. Ну вот сейчас посмотрим, залезем, посмотрим, на каком расстоянии оно получается у нас здесь. Ну, предположительно, предположительно, я думаю, что где-то здесь оно должно завершаться. Ну вот первое здесь убрение здесь и пройдем. А вот и мимо. Вот и мимо. Наверное, полотно придется уменьшать. Ну посмотрим. Вот здесь теперь. Так. Здесь бетон. Здесь бетон. Здесь. Здесь бетон. Здесь бетон. Здесь. Ну вот мы просмотрели. Вот и нашли. Значит, здесь вот он заканчивается. Здесь 10 сантиметров, конечно, маловато. Но это уже, как говорится, радует. Радует. Если мы 2 сантиметра уберем, 2 сантиметра сюда уберем, то получается в районе 12 сантиметров. 12 сантиметров это уже что-то. Это уже хорошо. Но это, будем говорить, что мы делаем для успокоения себя. Потому что, как говорится, строим, строим, конечно, все это все развалилось. Ну вот, пожалуй, начнем. Сейчас немножко, как говорится, перечертим эту линию, проверим. Значит, ее немножко, значит, перенесем на уменьшение на 2 сантиметра. Потому что можно, конечно, и 60-ю дверь поставить, но 60-ю дверь ставить не хочется. Ну вот, после раздумий, после замерки, вот замеряли здесь состояние балки несущей. И она получается здесь у нас где-то в районе 16-17 сантиметров. Первоначально хотели, значит, здесь вот резать. Но все же подумали, решили же сделать здесь. Возможно, просто мы самую коробку, когда будем вставлять, может, где-то сантиметр-полтора углубим. Здесь вот, штрабу такую сделаем. Но не будем ослаблять несущую балку вот эту. Ну, начнем работать. Здесь, в принципе, я думаю, не так сложно ее выпилить, как будет пыльно. Как пыльно. Почему? Потому что с этой штукой мы уже работали. Знаем, что пылит она солидно. Но, вот как видите, что первоначально мы думали так, потом маленько убавили здесь, но вот остановились на этом разъеме. Но с учетом, что полотно будем ставить все равно 70-е. Пылится очень легко, очень легко, но очень пыльно. Потому что будем, наверное, так вот немножко попилили и немножко перекур. Пылится очень легко. Кстати, говоря о данном виде работы. Болгарка сильно забивается вот этой пылью, все возможные, значит, вот этой. И желательно после этой работы разобрать ее, обслуживать. Почему? Потому что были уже у нас, было уже мы, работали этой же болгаркой. Значит, она сейчас забилась, вплоть до того, что не стало работать. Разбирали, чистили, прочищали, особенно вот где щетки и так далее. Так, все здесь. Так, все здесь. Сейчас с одной стороны растеряем, с другой с другой, потом завела вывем, а там что не допилили, там посмотрим, что. Может быть, стамеской вырубим или чем чем-то еще. Так, все здесь. Здесь же надо будет с подставки. С подставки, ну. Сейчас с этой стороны пойдем. Немного сложно там вот делать, значит, швы там маленько посложнее. Звучит музыка. 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 маленько перерыв сделаем покурим мало . два раза стукнем посмотрим что получается и немножко подожди молотовщик возьму никуда он положил у нас армированы надо на работе била как говорится строили строили наконец построили будем теперь ломать будем ломать а вот где у нас убила привет сейчас посмотрим на глубину на глубину которую порезали идет даже очень хорошо очень хорошо ножки побольше вот и немножко побольше но еще вида где-то мы армирование ставим где-то не ставили так это чтобы и полом немножко промахнулись немножко промахнулись и на вот так вот арматурка пошла арматурка пошла закладки ломать не строить ума не надо но когда начинаешь строить надо больше думать это всякие промахи получается дополнительная работа это раз и возможно ослабление конструкции на данном случае если даже мы немножко ослабим но незначительно это еще разбить одно надо будет еще здесь увеличивать увеличивать увеличивание вот такие пироги так ну что же гирлянда уже висит даже маленькие стукнем чтобы она немножко упала вот такие вот так вот это так это так я думаю здесь тоже можно и болгарка еще подточить и будет более-менее нормально хорошо это хорошо сейчас дальше размечу дальше размечу тубареточку надо взять из тубареточки до конца до конца до резать продолжаем выравнивать но здесь уже в целом значит мы сделали такой более-менее нормально осталось немножко используем для этой цели обычную самеску сняли а потом когда уже будем вставлять дверь там посмотрим если путь необходимость такая еще немножко уберем а если нет то так и пускай наверху будет бетонная многости стали убирать убирается немножко посложнее но тур убирается вот мы видим здесь армирование у нас проходила здесь практически видите на каждом ряду армирование армирование проволока такая сетка была в пластике и металл в целом сохраняется хорошо длительное время простояла и сохранилось сейчас мы тоже это уберем оставьте на и нам не нужно а там посмотрим вот по этой стороне пожалуй и все пожалуй все сейчас я немножко мусор уберу этот поставлю здесь направляющие доски из 15 ска нормально на станет закрепим ее саморезами в двух-трех местах закрепим и сделаем какое-то армирование армирование я думаю шурупов саморезов накручу несколько может какую-то проволоку дам и будем заливать небольшими частями я думаю сантиметров так по 25-30 залили утрамбовали новое поднялись но залили это утрамбовали таким образом пойдет здесь вот рассчитываем что полотно на 70 должна встать мы уже подумали если не будет вставать можно немножко полотно маленько поуже сделать ну и на 70 например на 69 на 68 посмотрим вот перешли ко второй стороне это мы выровняли уже да все нормально вот эту а здесь мы будем наращивать ну соответственно надо здесь будет заливать сантиметров 10 для того чтобы более-менее хорошо держилась она бетон который мы зале вот сейчас приступили к армированию ну или кусочек арматурки вот такой нашли что-то у нас было такое непонятно куда когда-то что-то делали и вот сейчас мы попытаемся и закрепить тоже это у нас это опалубки оставалось еще за там что-то оттуда осталось и что-то осуществлять потом под подложим что-то гаечки какие-то чтобы это арматура близко не подходила чтоб какой-то зазор был или зажор может сантиметра полтора достаточно и между двумя пятачками она потом не выскочила самореза еще есть я думаю этого достаточно но можно еще на всякий случай парочку поставить пищевать пятачков-то много пятачков-то много можно так парочку поставили уже уже как говорится не подкладывая ничего просто вот такие вещи длинные саморезы хватит пойдет еще один а в двух-трех местах там она уже туда подходи близко не будет а это чтобы она не выскакивала не искать еще осталась эта сета которая была и так вот еще он еще можно не закрутить ну реально можно конечно и закручивать до бесконечности но мы так делать не будем уже достаточно тем более мы знаем что раствор очень хорошо хорошо значит садится сюда ну и у нас еще от пола остались такие гвоздики которые я говорил что куда-нибудь пригодятся вы видите шляпочки вот они как раз и пригодились уже на на и почвы госток от объем сюда хорошо пойдет тогда хватит уже вот так штуки два-три и достаточно но будет желание потому что еще куда проволоку поставим она получается гвозди один туда другой сюда и уже соответственно соответственно но раствором зальется и сюда наверно этот без шляпки вообще нам как раз туда пойдет пойдет все даже пожалуй еще 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 пару гриф гвозди кривых косых есть маленьких подровняю так и вот пожалуй последнее будет и хватит можно конечно туда бетон еще но возьмем перфоратор для обеда заведем его где удобнее то больше забиваю а здесь мы сделаем следующим образом вот мы уже отметили так доску так поставим здесь у нас вот столько и здесь уже отметили внизу уголочек поставим а сверху просверлим сверлом на весь на 8 после этого перфоратором на 6 и ставим тюбель и на саморез вот очень просто будет вот такая опалубка а здесь сразу зашьем будет а так я сказал что где-то сколько зашьем и уже завтра послезавтра начнем заливать ну как получится вот так вот а и 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 палубки здесь мы пошили вот специально и не специально этого пленка была чтобы доска не испортилась и легче снимался вот осталось и что это фанеру выбил чтобы упор был в монолит и считаю что палубка готова покупаем цемент начинаем заливать продолжаем работать будем сейчас заливать вот готовим раствор здесь в принципе осталось и положить щебня тем еще пару ведер положим и будет готова но пропорция у нас прежняя получается ведро цемента 3 песка и 5 ведер чебня вот этот гравий ложим гравий ложим может немаленько пожиже сделаем пожиже сделаем а так раствор почти готов почти готов мы сейчас еще не знаю хватит не хватит одного замеса а то дело к вечеру сегодня работали под вечер решили завершить начатое до этого вот пожалуй и хватит ну вот такой раствор тихо нормальный получился он и не густой и в то же время и не жидкий сейчас посмотрим возьмем ведерочка какой-нибудь да вот это наверное возьмем и начнем ну пожалуй все-таки хватит да здесь в принципе щебня конечно многовато наверно хотя хотя у нас переносим дверь и получается ставим дополнительную опору в виде одного столба как получится посмотрим посмотрим чтобы все ведра не брать будем работать одни ведром вот здесь как я и говорил вчера мы сделали здесь армирование ну еще дополнительно поставили пластиковые арматуры привязали чтобы больше крепче было здесь мы фанеру разведали чтобы он опирался в основании ну как получится сейчас посмотрим как получится поставить попова значит сегодня этот монолит завершить ребята демократов только часть здесь по всей видимости мы этого раствора растащим по всему полу но здесь по-другому просто я не вижу выхода как это лучше сделать и ничего не набросать пресс потом я чувствую нас здесь заставят круто убирать может поменьше набирать может поменьше набирать нужно тут задолго будет очень долго будет интересно ведро это много или мало замес будет замес будет ведер 5 это придется нам убирать иначе нас здесь расстреляет сколько будет посмотрим главное и на изоляцию здесь у нас попадать это минус фундамент когда завязывали фундамента подвале завивали у нас был лоточек такой с лоточком хорошо было бы но подумали что лоточка нам не нужен моего просто сожгли ну что где-то так я думаю неплохо но замеса все равно не хватит а так просаживается неплохо так сейчас наверно еще ведерочка сюда принесем маленько закидаем а потом опалубку будем постепенно поднимать идем дальше залили солидно залили солидно работа идет ну как говорится начинаешь сначала всегда маленько перемудрили лучше заливать с ведра просто здесь в данном случае вот так вот вот так вот вот так вот ну здесь то в принципе понятно здесь то в принципе непонятно понятно да непонятно что мы будем на самом верху делать когда останется одна-две досечки вот здесь будет непонятно ну как говорится будет темно будет видно дойдем до верху что-нибудь придумаем что-нибудь придумаем а сейчас уже всего больше половины больше половины обидно мешалки еще есть раствор возможно и хватит полностью возможно еще и хватит полностью ну пойдем набирать пойдем набирать залили благополучно вот где-то сантиметров десять не долили надо как-то долить вот соорудили вот такой скворечник в виде воронки ну и по моим расчетам что он должно сюда залиться а потом мы лишнее просто сдолбим и все ну посмотрим должно получиться там как говорится будет видно ну пока другого выхода я не вижу другого выхода я не вижу тоже делали скворечник на глаз но возможно где-то и потечет а может не потечет так ну где-то что-то проходит что-то проходит ах проходит на меня как раз проходит более высоковато да высоковато так ну куда-то уходит надо залить опа полный надо залить где-то с метров сантиметров сантиметров десять но еще наверное не помню все о поехала так надо короче палочку 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 отверточку сейчас я отверточку возьму наверное вот эту бетон конечно вода 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 коробка была полная начальная но полностью на ней с камушки потому что потому что камни любом случае если да где-то что-то не дольем потом далее так вот пару боков и не видно еще идет 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 вот до конца у нас еще не дошло потому что здесь вот вверху наблюдаю не вижу ничего хотя здесь вот уже фага пошла значит что-то все туда попало что-то попало что-то это за раствором сходить но вот это оказывается не хватает так 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 уже как-то вот работ с раствором отвыкли сейчас больше по дереву работаю ну снова привыкать снова привыкать ну вроде идет еще один черпачок наверное отверточкой еще вот так упал явный перебор так вот туда продается пускай проходит пускай проходит пускай пускай ну не едва больше может даже не отверткой а что-то чтобы ступочки сделать сейчас палочку возьму что-то вроде бы если скворечник наш не развалится то должно что-то попасть но уже не идет уже не идет а заглянуть бы туда может быть уже полное но хотя не ясно что-то сколько чего ну какую-то часть заполнила конечно а может просто камни если бы просто раствор было может просто камни начиналось все хорошо а заканчивается все плохо ну 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 хотелось бы конечно вот отсюда чтобы она пошла но оттуда не идет подождем 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 до завтра завтра будет еще не крепко станет этот скворечник мы разберем чтобы легче нам это легче нам это дело до после того после того мы завершили заливание и сейчас попробуем снять потому что нам надо срочно освободить эту сторону от этой доски посмотрим что будет если допустим что-то не так то еще подождем посмотрим с другой стороны как разовый раствор который здесь останется лишнее легче убрать это и надо почему потому что легче убрать легче убрать но хотя хотя посмотрим здесь то просто убрать разберем это дело здесь бита уже все бита надо выбрасывать все не попадешь так сходим возьмем другую биту биту это уже мертвая ну вот установили другую биту но она не новая тоже уже наверное доживает свои последние посмотрим ну посмотрим здесь еще надо темновато нет ее так просто не возьмешь она зализанная когда закручивали залезали уже так что его не там черта толку не будет о чем я говорю о чем я и говорю о чем я и говорю со стороны здесь что делается здесь ничего не сделаешь есть можно сказать что она и не надо но все главное добраться до этого места чтобы скрутить верхнюю доску здесь хотя я бы сказал что на полосе и стал лучше то что то есть посмотрим или надо прилагать побольше побольше так будет веселее здесь надо молоточек молоточек надо я говорил что прошло малое время 12 часов потому здесь выключил что ли и попадешь в направлении и надо снимать не будем первоначально с ними посмотрим если встала так сейчас отверточку силовую и посмотрим сейчас самый волнующий момент как далеко на опа подходит хорошо главное что еще стало нормально ребята демократы только чай вороночка я считаю что удалось потому что если посмотреть посмотрите вот она видите вчера здесь мы делали такую вороночку и она практически под потолок уже видите залилась и буквально здесь вот больше маленькая пространство не залилась она может быть надо было немножко пожиже может быть пожиже может быть пожиже ну зато здесь вот очень хорошо есть практически чего это как говорится два мастерка раствора и здесь нормально отходит это отходит думаю это будет тоже отойдет почему потому что здесь еще пластик мы прививали для большего сохранения доски сейчас это будем продолжать снимать думаю нормально и по времени тоже нормально 12 часов 12 часов это получается нормально это нормально да конечно или направление неправильно держу или бита уже все же это не очень и главное что залился достаточно неплохо без пустот без пустот вот так вот видите снимается хорошо но здесь еще один саморез подходим к завершающим саморезам и будем снимать как говорится последнее закрепление надеюсь пусть все хорошо потому что что у нас получилось и снимаем ножку а получилось вот такая вот такая картина получилась ну чё я считаю что достаточно нормально как вы видели что нам зерной проем был вправо был вправо значит расстояние не хватало на 8 сантиметров вот эти 8 сантиметров мы передвинули левее значит можно было и больше передвинуть как и первоначально планировали но посчитали что прослабится балка верхняя и вот таким образом передвинули простояла это заливка у нас буквально 12 часов через 12 часов она уже встала и что можно продолжать нам дальше работать со стенами все до свидания встретимся в следующий раз